Муж науки. Давайте сразу подумаем по первой строчке, что это? Муж – это означает мужчина. Муж – это означает мужчина науки. Муж – это означает мужской род, который... Ну, то есть, ученый, ученый, конечно, конечно. Что это за размер? Давайте считать. Мы уже знаем. Ролок, некий муж. Это, конечно, ваша любимая. Арама, 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 арама. Через тот же самый четырех стол. Я боготворяю свою жену. Жена – это наука. Жена – это не наука. Он ее боготворяет, это естественно. Он ей слушает, он ее любит. Готов был на любые... Муки? Муки, конечно. Ее, чтобы радовать одну... Что у нас тут пока получилось? В первой строчке сколько ударений? Филолог, некий муж науки. Четыре. Четыре. Отлично. Дальше. Во вторую строчку. Пропуск. Во-в-ва-в-ва. Прям свою жену. Самой первой. Получилось три ударения. Пропуск. Самой первой. Первой. Стопе. То есть здесь у нас вдруг нормальная стопо-ямба заменилась своим вариантом. Дальше чуть посложнее. Готовы на любые руки. Здесь что случилось? Наоборот, мне кажется, тут одна лишняя глазка и один пропуск. Ну, лишней глазки тоже нет. А вот один пропуск есть. Ну, где? Был на ногу. Готов был на ногу на второй стопе. И ударение по превышлему три. Ее, чтоб радовать одну. А здесь где пропуск? Ее, все. Чтоб радовать. Тут нет пропусков. Как тут нет? Чтоб радовать, что ли? Чтоб радовать. Конечно, здесь ударить, значит здесь пропуск. То есть что у нас получилось? В первой строчке пропусков нет. Во второй строчке пропуск один и на первой стопе. В третьей строчке пропуск снова один и на второй стопе. В четвертой строчке пропуск снова один и на третьей строчке. Отлично. Почему я не могу пропустить учитель? Не могу, это важно. Потому что там же идет рифма и там обязательно будет ударение. Если я пропущу... Тогда рифма должна быть другая. Значит через срочку там будет рифма повторяться? Конечно. Там тоже должно быть без ударения. Конечно. Если я пропущу на четвертой стопе, у меня четырехстопная яма автоматически превратится в трехстопную стопу. И поэтому что же делать дальше? Ну, не переставая злиться. Что здесь пропусками будет? Давайте считать. Ну, не переставая злиться. Два пропуска вначале. Два пропуска вначале. На первой стопе и на второй стопе. Конечно. Не переставая злиться. Какие у меня возможности дальше? Что я буду пропускать? Вы можете до самого последнего стопе пропускать. На последний я ничего пропускаю. Да. На нее вы можете все что угодно пропускать. Да. А что еще? Просто передвигаем эти два. Теперь скажите, почему стихотворение восемь строчек? Мы идем с двух строчек. Потому что с двух строчек совпадает окончание. Количество строчек должно быть четко. Но не переставая злиться. Севелюбивая жена. Давайте здесь посмотрим, где пропущена. Севя-лю-би-ва-я-же-на. Где здесь что пропустилось? На первой стопе. На первой, согласно. И на третьей. И на третьей. Намеренно отворотиться. Но переставая злиться. Севелюбивая жена. Намеренно отворотиться. Здесь что с пропусками? На второй и на третьей. На второй и на третьей. А на крайних все есть. Предположите, что будет дальше с нашими пропусками. Вообще везде будут кроме последних. Ага. Везде будут кроме последних. Именно так. Т.е. мы должны найти слово. Или несколько слов. В крайнем случае. Это в одно слово небольшое. Конечно. В котором семь словов результатных. И восьмой последний. И надо, чтобы оно закончилось на на. Да. Газейку на северную. А в каком на русле прийти. И не удовлетворена. Давайте посмотрим все стихи в целом. О чем они вообще? Итак. Фенолог. Любит свою руку. Свою жену. Он готов к другому руке. Чтобы ее поработать. Но она, видите, злая какая-то. Она не хочет ее любить. А кого-нибудь? Себя. 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 Она семелюбимая. И она намерена отворотиться. От кого? От него. От него, конечно. И не удовлетворена. Что же у нас с вами получилось? Как написать сложнее? Первый, скажем. Или четвертый. Или восьмой. superior. Давайте скажем ли, в-мбе. Первый сложный. Чем восьмой. Нет, первый легче. Первый легче. Первый легче, чем в with which? Восьмой сильней. Восьмой сильней. Восьмой сильней. Надо было бы добавить слова для нормальный � Orn заодон. Ну, понятно, что эти стишки написаны специально. Специально для цели изучения вот таких? Конечно. Они написаны замечательно Человековым, профессором Московского университета Александром Анатольевичем и Душевым. Он живет и здравствует. Он один из моих учителей. Он зачем эту суть написал? Конечно, не просто для того, чтобы влюбиться. Он написал, что с того, что все это вместе на четырехступных ям, началось изучение нашего стихонима. Помните, вчера я говорил о человеке по имени с псевдонимом Андрей Белый? Да. Вот в 1910 году, 102 года назад, он внимательно всмотрелся в стихи русских поэтов, и увидел, что ямка у них какой-то разная. Что у Моносова один, а у Пушкина друг другу. А скажем, у него у Андрея Белого 3. Что он тогда сделал? Нет. Он сделал все интереснее. Он написал еще разное стихотворение. Он увидел вот это различие между метром и ритмом. На слух он слышал, что строчка, скажем, «филолог некий муж на руке», и строчка, скажем, «собелюбивая жена» звучат по-разному. Но он не мог это понять. Тогда он сделал еще одну, не знаю, насколько простую вещь. Он взял по 500 строчек из разных русских поэтов. Начинаем с Моносова. Как вы понимаете, было довольно много строчек. Ну да. А он взял да? Он взял 60 поэтов. У каждого по 100? Нет, у каждого 500. И у каждого, каждую строчку он посчитал. Он ее померял. И он увидел, что есть поэтов, которые предпочитают только вот эту строчку. А есть поэтов, что это последняя самая строчка? Нет, конечно, таких нет. Почему? Непонятно, почему? Потому что такую строчку можно придумать только искусственно. Да. Только специально. Он пытался найти во всем 18-19 веке вот эту, не такую пятую форму. Нашел бы их два примера. Кто, честно говоря, сомнительный? На всех, да? 30 тысяч рублей. Которые нам сомнительные? Да. Кстати, почему она сомнительная? Почему она редкая? Почему она редкая? Ну как? Мне кажется, ее передумать чуть проще, но все равно достаточно сложная. Так же, как и последняя. А почему? Потому что такие строчки тоже не могут состоять только искусственно. Там всего два ударения. Ага. Ну всего два ударения это не страшно. В шестой, например, тоже два. Или всегда не было? Нет, а последний был. Ага. То есть нам нужно раз, два, три, четыре, пять. Без ударов на слабо ходить. Давай, три. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Но метр это начальная функция. Метр это стихотворение. Ямка. Ритм этого стихотворения. Вот все восемь форм перечисленных. Итак, у нас есть ряд форм. Кстати, почему их не больше восьми? Понятно? Да. А почему? Чтобы восемь существует на образную яму, и на образную яму. Итак, еще раз. Пропуск. На. Первый. Внеш пропусков вообще. Нормальный ям. Начальная форма. Второй. Пропуск. На первой степени. Третий. Пропуск. На второй степени. Четвертый. Пропуск. Подсказывается. На третьей степени. Пятая. На первую. На вторую. Первая. Вторая. И третья. А, нет. На шестой. Пропуск. Первый. Третий. Третий. На седьмой. Пропуск. Второй. На второй. И третий. И наконец, на восьмой. И савалеткой. Пропуск. Пропуск. Первый. Третий. По условиям, так сказать, закона мы не можем пропускать напоследнее. Ну, если мы пропусили напоследнее, значит, до нас еще на это жребно тоже надо было пропускать напоследнее. Ну, я сегодня уже немножко проговорился. Почему? Потому что тогда четырехстопный ямб перестанет быть четырехстопным. Но вот сейчас я прошу вас узнать эти вещи, что у ямбов, у любого, конечно, есть свои формы. Точно такую же операцию можно показать. И с хорейом, и с дактилем, и с чему-то. Это мы, может быть, еще попробуем. Но пока пусть для нас вот эти восемь формы четырехстопных ямбок будут тем самым клейком жизни.